Доброе утро, Церковь! И не думали о жизни, то пускай сегодня нас эта фраза «не думали» не касается, пускай нас сегодня касается, что думали, церковь в городе Денвере, дети Божьи, они думают. А о чем думать? Вот в Откровении, в 19 главе, 7 стиха. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу. Ибо наступил брак Ангца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел, напиши, блаженные званные, на вечерю, на брачную вечерю Ангца. И сказал мне сии суть истина, слова Божии». И потому, выслушав вот эти несколько стихов, я думаю, каждый из нас может задуматься. «И дано было время для решения Ангца». То есть это нам, членам Церкви Иисуса Христа, обличься в весон, о котором сказано, что есть праведность святых. Для нас есть прекрасное время слышать слова, реализовать их в жизни, поступать, исполняя волю Божью, делать добрые дела. Если что-то случается, подниматься и идти дальше. И потому, сегодня, придя в это служение, мы будем готовы для того, чтобы слова Божьи, они входили в наш разум, для того, чтобы иметь этот добрый результат нашей жизни для славы Божьей. И мы встанем, поблагодарим нашего Господа». Будем прославлять Господа. Псалмопеец Давид говорит такие слова в псалме. «Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему». «Благо есть славословить нашего Господа». Давайте настроим свои сердца, чтобы поклоняться Ему, настроим, чтобы возвеличить Его Святого Имя. Пригласим Святого Духа на это место в пении. «Освети нас, Господь! Оживи нас, Господь!» Чтобы Он оживил это служение своим присутствием. Аминь, Церковь! Давайте прославим Господа в пении. Аллилуйя нашему Богу! Освяти нас, Господь! Освяти нас, Господь! Освяти нас, Господь! Освяти нас, Господь! Сердце мое зажки. Освяти нас, Господь, освяти. Сердце мое зажки. Пробуди нас, Господь, пробуди. Духам срады пробуди. Пробуди нас, Господь, пробуди. Сердце мое зажки. Пробуди нас, Господь, пробуди. Пробуди, пробуди, сердце мое зажки. Дождь, Дождь, Серебряный Дождь. Дождь, Дождь, Духа Святого. Дождь, Дождь, Серебряный Дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь, Сердце мое наполнил дождь. Дождь, дождь, серебряный дождь, Дождь Духа Святого. Дождь, дождь, серебряный дождь, 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 серебряный дождь, Сердце мое наполнил. Оживи нас, Господь, оживи, Небесною разор охраби. Оживи нас, Господь, оживи, Оживи, Сердце мое зажми. Оживи нас, Господь, оживи, Сердце мое зажми. Дождь, дождь, серебряный дождь, Дождь, серебряный дождь, Сердце мое наполнил дождь. Дождь, Дождь, Серебряный Дождь, Дождь, Духа Святого. Дождь, Дождь, Серебряный Дождь, Сердце моё наполни. Благодарю Тебя, Иисус! Благодарю за всё Тебя! Благодарю! Благодарю! Благодарю за всё Тебя! Благодарю! 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 Начало и конец, Господь наш приедет. Дух, Отец и Сын, огнен, огон и лев, огнен, огон и лев. Наш Бог, так велик, бой со мной. Наш Бог, так велик, усвидят се. Наш Бог, наш Бог, так велик. Наш Бог, так велик, бой со мной. Наш Бог, так велик, усвидят се. Наш Бог, наш Бог, так велик. Превыше всех имен, хвалы достоин Он. Душа поет, наш Бог, так велик. Превыше всех имен, хвалы достоин Он. Душа поет, наш Бог, так велик. Душа поет, наш Бог, так велик. Наш Бог так велик, Пой со мной, наш Бог так велик, Пусть видят все нашу, наш Бог так велик. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пой со мной, наш Бог так велик, Пусть видят все наш Бог, наш Бог так велик. Аллилуйя тебе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогая церковь, я вместе с вами хочу сказать слава нашему Богу. Слава Богу! Слава Богу! Я как-то просто вспоминаю, недавно дома беседуешь с детьми и мы как-то нашли место, где написано, что Бог, то есть есть алфа и омега, это значение безначальности. Вы понимаете, мы когда вот глубже задумаемся, кто такой вообще Бог, просто приходишь в трепет, правда, что мы вот пели о том, что действительно Он достоин. И когда мы задумываемся, что вот этот безначальный Бог, которому нет начала и конца, вот этот удивительный, премудрый, вечный Бог, в своей любви, возрев когда-то на эту землю, пришел в Иисусе Христе, вот спустился и уничижил себя, и подобно встал как человек, как мы. Писание нам об этом четко говорит. И вот было время одной служения Иисуса Христа, я уже ближе подхожу к теме своей проповеди. «И собралось, написано в Библии, множество народа, и написано, Христос, возрев на них, жалился над ними, ибо они были как овцы, не имеющие пастыря». Вы знаете, много раз я читал это местописание и всегда задумывался на одной такой простой мысли, кто же это за люди, которые были как овцы, не имеющие пастыря. Вы знаете, это люди, которые не имеют в своей жизни никакой цели. Я еще раз повторю, это люди, которые не имеющие цели в своей жизни. И эти люди не имели своей цели, потому что, ну, их была цель, может быть, такая земная, насытиться, удовлетворить свой голод и все. И вот не зря здесь написано, что они были как люди, как овцы, не имеющие пастыря. И тема моей проповеди – истинная цель или настоящая цель, к которой должны мы стремиться. Я хотел бы сегодня напомнить нам всем, что есть настоящая и истинная цель и конечная цель каждого верующего человека. Я хотел бы вначале прочитать такой, знаете, довольно-таки обширный отрывок Священного Писания, как здесь описывается, как цель изменила жизнь одного человека и очень радикально. Это был апостол Павел. Я читаю из книги «Послание филиппийцам» 3 глава будет. Это будет у нас с 4 по 14 стих. Он здесь говорит такие слова. «Послание филиппийцам» 3 глава, 4 и 14 стих. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колено Вениаминова еврея от евреев по учению фарисеи, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законной, непорочной. И седьмой стих и далее особенно внимательно. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но стою, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участия в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. «Говорю не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». И особенно 13 стих «Братья, я не почитаю себя достигшимо, только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Я думаю, если мы были сегодня внимательны и читая вместе со мной, следим за Словом Божьим, что в первой части этой главы апостол показал и дальше продолжал показывать, как когда-то то, что стояло, ну, как говорят в Америке, фейвор, было в его приоритетах, поменяло его жизнь. Он начал это место с того, что он начал говорить, кто он был до этого, что он был законник, фарисей и прочее, прочее. Но потом он начал говорить о том, что вот что было для меня самое главное, то, что меня захватывало, то, что меня притягивало, то, что давлело надо мной, он говорит, я все подчел щитою. И далее он вообще сказал, что он это все почитает за ссор. Вы знаете, мы задумывались ли когда-нибудь в своей жизни, что мы вообще в своей жизни почитаем за ссор? Вы знаете, такое слово не каждый может человек сказать, но он сказал на всю свою ученность, на всю свою грамотность, на то, что он обладал до этого, пока он не встретился с Иисусом Христом. Он все сказал, что я все это подчел за ссор. Ради чего? Ради того, чтобы приобресть Христа. И написано, идись не со своей праведностью, но с праведностью, которая приходит от Бога по вере. И далее он сказал, что я не стремлюсь, то есть я не останавливаюсь, но он говорит, стремлюсь к высшей почести звания Божия во Христе Иисусе. И далее он говорит о цели. О цели. Вы знаете, часто в нашей жизни мы можем терять эту цель. Многие люди в этом мире приходят в рано или поздно, будучи, может быть, неверующие и верующие, задаются, может быть, таким вопросом, а каков смысл, смысл или какова цель жизни вообще человека? Все здесь сидящие, я думаю, без исключения уже кто в возрасте, в любом возрасте задумывался над этим вопросом. Для чего я живу? Для чего и какова вообще цель является в моей жизни? Куда я стремлюсь? Куда я иду? И вот здесь Павел, как нигде, наверное, четко в Библии, особенно в этом месте, показывает вот эту настоящую истинную цель, куда он стремится. Вы знаете, люди, которые находятся постоянно в движении, это целеустремленные люди. Это люди, которые идут к определенной цели. Когда наши деятели, мы в свое время поступали в какое-то учебное заведение, мы для того и приходили в какой-то колледж или институт, или еще какую-то учебную, чтобы степень получить, для того, чтобы достичь какой-то цели, получить диплом и получить хорошую работу. Я как-то, вы знаете, на этой неделе был в университете, никогда за всю свою жизнь в Америке я не был в университете. И по работе мне пришлось приехать туда. И вот я пробыл какое-то время и посмотрел, я был в одном кабинете, в другом, в третьем, я ходил там с деканом, и он мне показывал все, и я просто смотрел на лица, вот эти фотографии, которые висели люди, знаете, в мантиях, в кепочке, когда, ну, заканчивают. Я, знаете, задумался о том, что люди ради вот того, чтобы достигнуть свою цель, получить диплом или повысить свою квалификацию, они приходят на данное место для того, чтобы, знаете, сделать jump up, то есть взять еще один степ какой-то вверх своей жизни, они идут к определенной цели. И вот апостол Павел в другом месте священного писания, я думаю, мы его знаем, читаем, первое послание Коринфянам, это будет первое послание Коринфянам, 9 глава, 23-27 стих, здесь говорит так, «Сие же делают для Евангелия, чтобы быть соучастником Его. Не знаете ли, что бегущие на ресталища бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а он говорит, а мы не тленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить в воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы, дабы, проповедуя другим, самому остаться недостойным. Не остаться недостойным, извиняюсь, просто поплыл немножко. Я хочу пойти дальше, рассказать вам один пример, как-то мы недавно, может быть, да, разговаривали с одной женщиной, а эта женщина является женой пастора, ее муж пастор в большой церкви. И вот как-то в разговоре она, знаете, сказала такую простую вещь, а вы знаете, говорит, он, говорит, всегда в движении, он всегда, говорит, что-то читает, что-то изучает новое, что-то, говорит, дополняет всегда для того, чтобы, говорит, больше и больше обогатить свое служение. И вы знаете, мне было приятно это слушать и приятно учиться у такого человека, потому что у таких людей есть определенная цель в жизни. Для того, чтобы достичь, нужно бежать. Не просто бежать, знаете, как здесь все бегают, но бежать, я имею в виду в плане духовном, бежать на ресталище Христова. И Павел говорит здесь, продолжая вот эту мысль, движение к цели, так бегите, говорит, чтобы получить. В 12 главе в послании к римлянам есть такое место с 1 стиха и 2 стих. Он здесь говорит далее такие же слова. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вы посмотрите, что и значит преобразоваться обновлением ума вашего. Это стремиться достичь вот то, что говорил он в послании филиппинцам, то, что мы прочитали, чтобы достичь познания Иисуса Христа. Вы знаете, люди мира и века сего, они постоянно многие в чем-то упражняются. Кто-то читает книги большие, смотрят разные программы, разные сайты. Но здесь говорится о том, чтобы мы обновлялись умом своим, обновлением ума вашего, он говорит, чтобы нам для чего? Познавать, что есть воля Божья, благая и совершенная. Для того, чтобы мы были захвачены, знаете, вот этой целью. Когда мы приходим на плазу, мы смотрим, бывает, знаете, реклама большая, вот такой цель, таргет написано. Так вот это и обозначает слово цель. Вообще, знаете, интересно, в Канаде, канадцы, кто живут, более говорят на французский манер, таржет, им так нравится говорить. Я когда тут встречал с Канадой людей, мне просто было интересно, как они это называли. И вот этот тут магазин рекламирует себя. То есть он показывает то, что вы пришли в правильное место, что это есть правильная цель, где вы можете найти то, что вам нужно. Вы знаете, как часто, может быть, нашей жизни не хватает. Сегодня, если вот мы поспрашиваем своих детей, на каком месте в нашей жизни стоит Бог, в нашей или в жизни детей, в планах детей. И вы знаете, к сожалению, мы можем в чем-то и разочароваться. Вот так вот откровенно, один на один. Поговорите со своими детьми. Я со своими, а вы со своими. Где вообще Бог в ихней жизни? Если Бог на первом месте, аминь, алилуйя. А если нет, то это уже проблема. Я не думаю, что другие планы, если Бог стоит не на первом месте, они вообще сбудутся и будут благословляемы Богом. Один человек снимал две программы, посвятил. Я не буду говорить, какой канал, и что о таком маленьком государстве Сингапур. Маленькое государство в Юго-Восточной Азии. Кстати, когда-то там, может быть, до сего дня, располагается самый большой библейский университет Юго-Восточной Азии, где готовят служителей и так далее. И вот, посвящая эту программу, он взял одного человека, простого молодого, и ходил с ним. Два дня он показывал ему, этот город прекрасный, все. И в конце репортажа, вы знаете, он сказал одну такую простую мысль. Я, говорит, удивляюсь, он, говорит, с 7 лет, вы вдумайтесь, молодой, он сейчас где-то, может, 20-30 ему, с 7 лет, говорит, этот человек, говорит, поставил пред собою цель, и до сего дня, говорит, он идет к ней. Вот если бы мы в своей жизни вот эту цель ставили Господа Иисуса Христа и до конца своих дней шли к ней. Вы знаете, то больше не покаяния у нас тут было, а больше молитв благодарности и молитв благословений. Вот тогда, когда цель наша, Иисус Христос, когда мы захвачены этой целью и идем к этой цели, мы движемся к этой цели, мы стремимся, как апостол сказать, стремлюсь, я не почитаю себя достигшим. Вы знаете, мы можем как бы успокоиться в своей жизни. Я вот член церкви, знаете, раньше как медали вешали. Я когда смотрел на ветеранов и смотрю, ну, всегда какое-то такое ощущение, думаю, ну да, человек что-то в жизни заслужил, правда. Так и мы можем, остановившись, повесить себе какую-то медаль. Я член церкви, одна медалька. Я вот крещен Духом Святым в тело Христово, еще одна медалька. Я имею дары, еще одна медаль. Я спасен. Вы знаете, мы можем просто, ну как сказать, быть ветеранами, но Богу это не надо, у Бога этого нету. Бог хочет, чтобы мы стремились. Конечная цель, достичь вот этой цели заветной, быть с Христом на небесах и проводить с ней вечность. Аминь. Вы знаете, я просто хочу напомнить сегодня чистого сердца нам, что вообще настоящая цель. Не зря Павел сказал, что все это ссор, все же это суета, все, что может быть нас, знаете, пугает или отвлекает, это все пустота. Все это когда-то закончится и пройдет. Но наступит та вечность, когда придется встречаться с Богом. Я еще одну хочу историю рассказать, прочитаю одно место и будем молиться. Одна пожилая женщина, пришло время, она была старая, заболела. И, кстати, эту женщину, эту мужчину, эту семью знала моя жена и моя теща. Они у них работали одно время. И вот моей жене попался список, ее список, ее собирались в госпиталь отправлять. И вот она начала писать, что нужно взять в госпиталь. Был огромный, говорит, список. И на самом последнем месте было написано, что нужно взять Библию. И эта женщина не подозревала, что после этого госпиталя домой она больше никогда не вернется. Ее ожидала встреча со Христом. Я хочу, знаете, перетрансформировать сегодня этот вопрос снова и снова. Вот от этих земных примеров, которые я привел, вопрос духовный. В списке наших приоритетов, моих и ваших, на каком месте вообще записано имя Иисус Христос? В самом начале или в самом конце, вы знаете, вы отвечать будете только самим себе. Я самим себе, вы себе. Где это имя записано? На каком оно месте вообще находится? Особенно к молодежи обращаюсь сегодня. Если вы, знаете, в списках своих планах на жизнь ставите Христа на самое последнее место, я еще раз повторю, то, что вы поставили в самом начале, оно не будет никогда не осуществиться. Я не уверен, что вообще Бог благословит это все. Поставьте в своем списке Христа на первое место. Поставьте в своем списке Христа на первое место. Вы знаете, сегодня, может быть, многие молчат из нас, но это боль родителей. Боль сегодня родителей. Каждого. И я волнуюсь за своих детей, вы волнуйтесь, чтобы они были спасенные. Они были христианами. Потому что мы там вкусили, как благ Бог, мы понимаем. То, что если цель будет совершенно другая, не будет целью Иисус Христос, то все, оно рассыпется. И люди приходят потом вот такому печальному результату. Не зря потом Павел сказал в конце своей жизни, что для меня жизнь это Христос. Вот цель. Вот поинт, куда нужно двигаться. А смерть, говорит, приобретение. Я еще прочитаю одно место. Мы будем подходить уже потом к молитве, чтобы не задерживать время. Это записано в послании тоже к римлянам, 12 глава, 11 стих. Здесь написано так. В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите. Давайте запомним сегодня это место с Писания. Я еще раз прочитаю. В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите. Пусть Бог благословит. Друзья, дорогие, есть такая старая песня, такие есть еще в ней слова, что в край родной, неземной, от обмана мирской суеты я иду, и что? И приду к незакатному солнцу любви. Пусть Бог благословит. Особенно к молодежи хочу еще раз сказать. Если у вас нету никакой цели в жизни, вы сегодня слушаете вот это слово, откройте дома наедине вот это слово Божье. Найдите эту цель во Христе Иисусе. И вы посмотрите, как вот то, что вы поставите впереди и будете идти, оно будет менять вашу жизнь. Ни на словах, ни на деле. Вот эта цель, которая есть, истинная настоящая цель, это Господь. Он будет вашим Господом, Он будет менять вашу жизнь. Он принесет в вашу жизнь благословение, уверенность, стабильность и покой. Ничто другое этого дать не может в этом мире. Никогда этого не даст. Это дает только вечный Бог через Иисуса Христа. Давайте помолимся. Попросим Господа, чтобы мы всегда смотрели на Него и жили им. Аминь. 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 Господи, Боже, святый житель, Радят и истинный пути твои, Царь святый. Кто не убоится, не прославит тебя, Ибо ты единственная. Все народы поклонятся тебе, Ибо ты единственная. Святый, 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 святый. Ты единственная, святый, 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 святый. Святый, святый. Ты едим в связь, в связь, в связь, Ты едим в связь. Беликые чудные дела Твои, Господи, Боже, все души, правятые истинные пути Твои, Царь, 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 Царь. Кто не убоится, не прославит Тебя, Ибо Ты едим в связь. Все народы поклонятся Тебе, Ибо Ты едим в связь. Связь, связь, 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 ты едим в связь. И поют песнь Моисея, раба Божья, и песнь Агнца, говоря, Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже, Вседержитель, Праведны и истинны пути Твои, Царь, Царь, Царь. Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, Ибо Ты един в связь. Связь, все народы придут и поклонятся пред Тобою, Ибо открылись суды Твои. Давайте вместе скажем, Господь свят. Аллилуйя! Давайте прославим Его и скажем, Господь свят. Аллилуйя! Я хотел бы приветствовать Церковь словами Христа. Мир вам! Слава Господу! Я знаю, что сегодня почиёт мир Божий в каждом сердце. И мы очень блаженны, что сегодня утром мы встали и имели цель пойти в Дом Божий. Сегодня Господь нам говорит, пусть Бог благословит нас всегда иметь цель не пропускать наших богослужений. У нас сейчас будет небольшая программа, но я хотел бы сегодня представить наших гостей. Мы приветствуем всех гостей, которые есть в нашей церкви. У нас есть гость, брат, который будет преподавать, брат Михаил. Он приехал из-за рубежа для того, чтобы вести библейский университет на этой неделе. Брат Михаил, встань, мы тебя приветствуем. Чувствуй себя как дома. И мы рады видеть тебя. Слава Богу, скажем за брата. И мы видим, что у нас Серёжа приехал с женой. Серёжа Симонович привёз себе жену. Встаньте, пожалуйста. И поверните, чтобы и там вас видели и здесь. Вы знаете, его жена регент подросткового хора. Я надеюсь, что они найдут труд в церкви вместе и будут посещать богослужения. Мы вас приветствуем и рады вас видеть. И если есть ещё гости, пожалуйста, мы видим Виктора, папу, брата Вани, нашего члена церкви. Ещё кто есть гости, поднимите руки. Есть, нет. Мы вас приветствуем. Будьте как дома. А сейчас у нас программа. Анжелика споёт Псалом и даже на разыграет. О, как здорово. На скрипке первый раз. Нормально. И потом Господа прославит Виктор Кацуба. Псалом и даже на разыграет. Псалом и даже на разыграет. П Псалом и даже на разыграет. Субтитры создавал DimaTorzok Любит Иисус меня, это точно знаю я Он меня теперь идет, слово каждому дает Да, Иисус любит, да, Иисус любит Да, Иисус любит, так Библия говорит Аминь Это хочу сказать, это как наставление не только нашей церкви, а всем церквам для исправления, для назидания О, внимайте сейчас наставлением Будет истинный дух говорить Чтобы вас приготовить к служению И пороки сердец обличить Тьма нависла над всей вселенной Мир грехами окутан и спит В это время рукою пронзенною Ваше сердце спаситель стучит Пробудитесь, вы души уснувшие От беспечности, лени и сна Уж довольна, что в годы минувшие Засыхали мои семена Вам небесное царство доверено Я избрал для спасения вас Но как многим это утеряно Как у многих светильных угас Вы забыли святое призвание Прилепились богатством земным Вы лишь носите только название Называясь народом святым А гордыней своей и неверием Раздираете раны мои Даже молитесь вы с лицемерием Не имея друг другу любви Нет до сего у вас раскаяния Запятнали свои одеяния Вы бесчестите имя Творца Но вы вспомните муки страдания И колючие терни венца За кого кровь святая пролитая За кого крест пришлось нести Вам обитель святая открытая Так спешите скорее войти Чтобы вам навсегда успокоиться И те вечные блага вкушать Потому что скоро закроется Для язычников здесь благодать Там напрасно будут рыдания Пред престолом приставим сюда За свои все получат деяния И в погибель уйдут навсегда Нечестивые в пламень огненный А святые в тот вечный покой Где строится источник живительный Оращая живой водой Тех, кто в мире несли поругание Не роптали на тяжесть креста Добровольно идя на страдания За великое имя Христа Там и те, что дорогой кровавою На заре христианства пришли Увенчаны небесной славою Вечный мир и покой обрели Почему только вы так бесплодные Равнодушны к призывам моим Иль в сердце настолько холодные К тем блаженствам небесным живым Где не будет печали уныния Ни болезни, ни смерти вовек Там находится вечная скиния Где со мной будет жить человек Там чудесное пение слышится Там во свете святые живут Там свободно и радостно дышится И живые потоки текут Эти блага вам ныне открытые Вам не мера дает благодать Почему ж, как сосуды разбитые Продолжаете вы засыхать От того, что грехом ослепленные Вы погнали за прахом земным И не видите руки пронзенные С тем бальзамом небесным живым Всем даровано вам исцеление В нем открыт тем источником путь Но как мало у многих стремления Для себя там воды почерпнуть От того вы такие бесплодные От того мой светильник угас И сердцами вы стали холодные И Дух Божий уходит от вас Сеет враг среди вас разделение Чтобы все не имели любви Одному он приносит сомнения А другому желания свои И внушает другие понятия Чтобы каждый не так понимал От того нету сил у вас, братья А лишь только духовный развал Всюду ветры раздоров и зависть Вы способны других осудить Эти корни греха и ненависть Надо вам и скорее удалить Чтобы молитва, как жертва угодная Вознеслась к тем святым небесам И сердечная почва холодная Дала б жизнь святым семенам Удалите, что злое имеете И разбейте гордынику мир Сердце сразу любовью согреется И вселится в божественный мир Знайте, время тяжелое близится И чтоб вам до конца устоять Надо к Богу ближе приблизиться И оружие истины взять Скоро будет для всех испытание Переплавка, очистка в огне Чтоб небесность славой сияния Отразиться могла в вас вполне Так осмотрите свои одеяния И вникайте в свои сердца Чтобы видеть свое достояние И в борьбе устоять до конца Слава Господу А теперь песня Хорошая песня Нет покоя тебе В этом мире греха Сердце что-то болит Давит душу тоска Слезы катятся с глаз И унылый такой Почему ты грустишь О мой друг дорогой И иди ты к Богу человек И счастья не найдешь вовек Лишь в Боге ты найдешь покой И будет он всегда с тобой Иди ты к Богу человек И счастья не найдешь вовек Лишь в Боге ты найдешь покой И будет он всегда с тобой И будет Он всегда с тобой Обратись ты к Христу Он сотрет слезы с глаз И тебе все простит Ведь Он любит всех нас За тебя Он страдал И спасение Он дал За тебя умирал За тебя Он страдал Иди ты к Богу, человек И счастья не найдешь вовек Лишь в Боге ты найдешь покой И будет Он всегда с тобой Иди ты к Богу, человек И счастья не найдешь вовек Лишь в Боге ты найдешь покой И будет Он всегда с тобой И будет Он всегда с тобой Неужели, мой друг, ты беспечный такой? Иисус любит всех, и тебе да спокой. О, немедли же ты в этот час для тебя, Слышишь голос любви Иисуса Христа. Иди ты к Богу, человек, И счастья не найдешь вовек. Лишь в Боге ты найдешь покой, И будет Он всегда с тобой. Иди ты к Богу, человек, И счастья не найдешь вовек. Лишь в Боге ты найдешь покой, И будет Он всегда с тобой. И будет Он всегда с тобой. Нет покоя тебе в этом мире греха, Сердце что-то болит, давит душу тоска. Слезы катятся с глаз, И унылый такой, Почему ты грустишь, О, мой друг дорогой. Иди ты к Богу, человек, И счастья не найдешь вовек. Слава Богу! 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 И в следующие несколько дней я буду преподавать историю пятидесятничества, или точнее вечеров. Для меня история это как зеркало заднего вида в автомобиле. Если смотреть туда постоянно, можно сделать аварию. Если туда никогда не смотреть, можно тоже сделать аварию. Поэтому наша задача посмотреть на историю, чтобы нам сегодня стать лучше. Вы хотите стать лучше? Или вас устраивает то положение, тот статус-кво, в котором вы сегодня находитесь? Мы сегодня слышали, что Павел хотел стать лучше. Первоапостольская церковь хотела стать лучше. Мы тоже хотим стать лучше. Иисус в этом заинтересован, Царство Божие в этом заинтересовано. Сегодня мы поговорим об одной теме. Я ее называю так. Как преодолеть обстоятельства, которые больше за наши возможности? Как преодолеть обстоятельства, которые больше за наши возможности? Мы люди, мы ограничены, мы не самодостаточны. И обстоятельства, которые мы встречаем в 21 веке, они очень часто и даже почти всегда больше за наши возможности. Вместе с тем мы двигаемся по этой жизни не сами. С нами идет Иисус. И Он дает нам эту власть, эту победу. Его имя Господь. И мы не просто Господь говорим как синоним, чтобы не всегда говорить Иисус, Иисус. И мы иногда говорим Господь. Мы верим, что Он есть властелин и Он есть Господин. Он владыка всего. И я хочу выразить уверенность сегодня вначале, что Иисусу не дано 51% власти, а дьяволу 49% власти. Иисусу дано 100% власти. И те, кто пережил это, вы знаете это. Великое поручение не начинается со слов «идите». Великое поручение начинается со слов «дана мне всякая власть на небе и на земле». И только благодаря тому, что Ему дана всякая власть и на небе, и на земле, мы можем идти по всему миру и проповедовать Евангелие всему творению. Если бы Иисус имел частичную власть, мы бы не могли идти по всему миру. Но наше пославание легитимно, оно законно, мы не самозванцы. Иисус Господь, слава Ему за это. Вы помните Фому? Фому очень интересного персонажа. Он один раз не пришел на служение, и мы уже 2000 лет вспоминаем об этом. И вот он не пришел на то собрание, где господство Иисуса, оно стало так реально. И Иоанн написал об этом в 90-е годы I века. Что такое 90-е годы I века? Это эпоха, когда первоапостольская церковь, она находится в гонениях, потому что Домициан Флавий сказал, что он есть Господь. Назвал себя Доминус, Эддеус, Господь и Бог. И христиане платили большую цену за Иисус Господь. И заканчивается это Евангелие, или апогеем, пиком этой Евангелия, есть беседа Иисуса с Фомой. И вы помните, Фома в конце говорит, «Господь мой и Бог мой». И для годимых христиан 90-х годов, кому адресовал свое Евангелие Иоанн, прежде всего, это прозвучало очень мощно. Потому что треть христианства к концу I века отсеялась, начали верить, что Домициан Господь под влиянием гонений. Но Иоанн начинает с того, что вначале было Слово. Вначале не было Домициана, поэтому он не Господь. Все боги народов идолы, а наш Господь небеса сотворил. И когда мы смотрим на эту беседу, и в конце он говорит, «Господь мой и Бог мой, Он царь нашей жизни и нашей судьбы». Мы верим в Богу, который дает возможность преодолеть обстоятельства больше наших возможностей. Давайте прочитаем вторая книга «Паралипоминон» с 31 главы, с 20 стиха. Этот текст, он ляжет в основу наших сегодняшних размышлений. Вторая «Паралипоминон» 31, 20. «Вот что сделал Езекия во все Иудеи, и он делал доброе, справедливое и истинное пред лицем Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божьему, и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, Езекия действовала от всего сердца своего и имел успех. После таких дел и верности пришел Синахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал оторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники, и поток протекавший по стране говоря, да не найдут царя Ассирийские, пришедшие сюда много воды. И ободрился Езекия, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и из нее построил другую стену, и укрепил мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нами сражаться на бранях наших. И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. Итак, друзья, те, кто давно читают Библию, вы знаете, что Езекии было 25 лет, когда он воцарился, и 29 лет он царствовал в Иерусалиме. Езекия пришел на самый лучший контекст. Его отец Ахас царствовал 16 лет, и его царствие было ужасным. Иудеи, как и Северное царство, перестали исполнять миссию, которую Бог положил на них. Согласно Исход 19, Исайя 42 и 49, Израиль не просто был избран так, он должен был стать народом священников и светом для народов. Но вместо того, чтобы распространять ценности Яхвы между другими народами, они стали заимствовать ценности других народов. Даже эпоха Соломона в конце заканчивается очень плохо. Ахас тоже не распространял ценности Яхвы. Написано, что он подражал мерзостям других народов, и подражая даже своего старшего сына, провел через огонь. Это было ужасное время, когда храм был закрыт, ветхозаветнее служение не совершалось, и именно на такой контекст приходит молодой царь. Но Библия говорит о том, что Езекия придя, начинает духовную реформу. Написано, что он делал во всех своих путях угодные и не восставал другой царь, подобный Езекии, начиная от Давида, отца его. Езекия отворил двери храма, Езекия восстановил череду ветхозаветнего служения. Езекия, хотя Северное Царство было уже в агонии, и Салмонасар в 722 году забрал множество израильтян и вывез их, но он восстановил празднование Пасхи. И мы прочитали конец 31 главы. Его внутреннее убеждение и внешнее действие совпадало. То есть его мотивация, мир его побуждений, мир его настоящих чувств и мотивов, он был такой же, как он действовал внешне. Но когда царство Езекии подошло к экватору, ему было 39 лет, и он столкнулся с двумя очень сложными обстоятельствами. Первое обстоятельство внешнее, о нем мы сейчас прочитали. Синахерим, преемник Салмонасара, решил забрать и в Южное Царство. И второе обстоятельство внутреннее. Болезнь пришла в жизнь 39-летнего царя. И сегодня мы говорим об обстоятельстве, которое больше за наши возможности. «Хотя Езекия был царем, но он не был силен и могуществен ни против Синахерима, ни против своей болезни». Заметьте, после таких дел и верности пришел Синахерим, царь ассирийский, вступил в Иудею, осадил укрепленные города и думал оторнуть их себе. Какой-то нелогичный стих. Мы бы, как христиане, думали, что там должно быть написано так. «После таких дел и верности благословил Господь Езекию, распространил пределы его и охранял его отовсюду». Но здесь написано, что после таких дел и верности пришел Синахерим. Не все проблемы, не все беды, не все болезни в нашей жизни и в нашей судьбе, они связаны с нашими неправильными поступками, с отсутствием верности, и мы это ясно видим. Но как Езекия отреагировал? Друзья, я хочу сегодня сказать, не так важно, в какой ты ситуации, намного важнее, как ты реагируешь на эту ситуацию. Не так важно твое обстоятельство, намного важнее, кто с тобой в этом обстоятельстве. И Синахерим не знал, что с Езекией есть кто-то, кто сильнее его. Хочу сказать, что отсирийское царство к 8 веку было очень мощным. 8 век до рождения Христа, а Сирия опережает Египет во владычествовании в то время, потому что она использует два новых метода. Первое, как я уже сказал, ассирийцы, завоевывая новый народ, они вырывали его с корнем. В частности, самаряне были выведены на юго или на северо-восток, и это не позволило им восстановиться в полной мере. Эта тактика вырывания народов сохранилась до 20 века, и она не позволяла завоеванному народу расправить свои плечи и крылья, потому что народ был вырван с корня. Во-вторых, ассирийцы впервые в истории используют широко лошадь для военных действий. До 8 века, до рождения Христа, лошадь использовали в тыловом обеспечении. И мы читаем о колесницах и в более древних текстах, но именно ассирияне стали использовать лошадь очень широко, и это позволило им быть очень мобильными. Они заставали пехоту древнего врага врасплох, и это давало им победу. И эти две вещи, они позволили Синахериму очень мощно распространиться. Этот текст на самом деле говорит о том, что Синахерим движется на Египет, фараона Синахерим видит последним своим конкурентом, но он видит два маленьких колена, маленькое царство, и во главе этого царства стоит Езекий. Итак, не так важна ситуация, намного важнее наша реакция. Какая реакция Езекия? Я хотел бы в то время, которое у меня есть, показать пять шагов, которые сделал Езекия, которые позволили ему победить Синахерима. Эти шаги релевантны и очень подходят даже сегодня. Давайте читать второй стих. «Когда Езекия увидел, что пришел Синахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князями своими и с военными людьми своими. Самое первое, что делает Езекия, он ищет совета. Он ищет совета у компетентных людей». Хочу сказать, что в истории далеко не все цари искали совета, потому что, чтобы искать совета, надо быть смиренным. Когда ты ищешь совета, ты признаешь собственную несамодостаточность, уязвимость. И оказывается, мы не все знаем, а кто-то уже проходил подобные перекрестки, кто-то встречался с подобными понедельниками и вторниками, и у них наверняка есть что сказать. Вы знаете, Библия очень много говорит о совете. На самом деле, даже Иисус, Он назван советником. Причем, если мы в Синодальном читаем, что нарекут Ему имя чудный, запятая советник, то в других переводах вы можете читать, что Ему нарекут имя дывный парадник, чудный советник. На английском языке тоже Он чудный советник, Он лучший советник, Который только есть. Когда ты встретился с обстоятельством, которое больше за твои возможности, ты ищешь прежде всего совета по вертикали, и Он лучший советник. Я помню, с детства мы пели псалом, и до сих пор этот псалом брыныть в мои души, и там такие слова были, «Я ошибаться с малых лет гораст, но ты меня оберегал не раз, наставник, в мире столько зла и бед, не уходи, мне нужен твой совет». Когда ты вечером в гостиной комнате, ты преклонил свои колени, ты встретился в буднях с таким обстоятельством, которое больше за твои возможности, ты думаешь, как быть, и ты направляешь к нему свою молитву, и ты говоришь, Господь, если ты не придешь, если ты не дашь мне совета, если ты не дашь мне ясности, как быть в этой ситуации, я не знаю, Господь, что будет, но когда ты приходишь, тогда все меняется. Самый лучший советник, самый дивный советник, чудный советник, это наш Господь. Вы ищите его совет? Аминь. Спрашиваете ли его вы касательно разных обстоятельств вашей судьбы? Интересуясь, если вы его мнением по поводу того обстоятельства, которое встретилось вам, или, возможно, вы думаете, он занят большими делами, он Вселенную созидает, он занят галактиками, но разве к нему идет, есть дело к тому, что у меня на кухне холодильник трясется, или еще какой-то мелочи. Я хочу сказать, друзья, на основании Писания, что даже волосы сочтены на нашей голове. И не только тогда, когда они выпадают, но когда они даже густые, они тоже сочтены на наших головах. Но кроме совета по вертикали, наверняка, Библия говорит о совете по горизонтали. Именно таким советом воспользовался язык. Книга Притч говорит, у советующихся есть мудрость. Когда ты ищешь советников, у этих людей есть мудрость. У нас в Украине говорят, не пытай старого, пытай бувалого. Наверняка, кто-то уже проходил вот эти обстоятельства, и у него есть, что сказать по этому поводу. Вы знаете, я гуманитаристикой занимаюсь, и я абсолютно в технике не понимаю. Абсолютно. Сложно мне с этим. Покупал первую свою машину, и думаю, Господь, как же мне купить так, чтобы я был благословен. И я позвонил одному брату, который работает в этой сфере с этими именно машинами, и говорю, Денис, надо поехать купить машину. Он говорит, нет проблем. А поехал я там в Луцк, у меня там еще троюродные, или двоюродные братья, они занимаются, короче, машинами. И я пригласил еще троих советников, чтобы нам пойти купить одну машину. И мы вышли пять человек покупать одну машину. Люди думали, что мы много машин будем покупать. Но в тот день мы покупали только одну машину. И я сказал, братья, я не понимаю в этом деле, мне надо ездить, хорошо ездить, чтобы моя жена и трое маленьких детей, они были довольны. Давайте что-то выберем. И мы там ходили, ходили, и Бог благословил, мы такую машину купили и соединили несоединяющие вещи цену и качество. В Америке, наверное, это можно соединять, в Украине это несоединяемые вещи. Но в тот момент мы соединили эти вещи, потому что я воспользовался, мне, конечно, голова болела от этих советников, потому что один говорит одно, второй говорит другое, а решение я принимаю, понимаете? Вы наверняка сталкивались с такими ситуациями. Но когда я все взвесил, я понял, что где-то их точки зрения соприкоснулись, и в этот момент соприкосновения это и есть мой момент. Знаете, у меня родной брат специалист в автомобилях, и он считает, что он уже сам может это дело делать за 10 минут. И недавно, недавно он покупал машину, в Запорожье был вечер, подогнали, он увидел кожаный салон, он моложе меня, а у молодых людей проблемы с этим, его глаза сразу уже закрылись, он сразу купил эту машину, она 2 недели поездила, 2 недели. Он намного лучше меня понимает в автомобилях. Просто Бог дал благодати чудесных советников. Друзья, мы не только должны искать совета по вертикали, мы можем искать совета по горизонтали, и даже в будничных ваших вопросах. Не только, когда Синахерим пришел на вашу территорию, а когда маленький Синахеримчик пришел, вы тоже можете искать совета, и вы будете благословенны. Благословен, кто ищет совета. Я вам скажу еще одно, что не всякий человек будет советовать, потому что, когда ты советуешь, ты берешь на себя часть ответственности. Поэтому я не верю в таких советников, которые во всех сферах разбираются, и налево, и направо советуют. Это только Господь так может. А мы люди в какой-то сфере продвинулись, ищите совета у компетентных людей. Итак, первый шаг, как победить обстоятельства, которые больше за наши возможности, мы должны искать совета. Прежде всего, у дивного советника, а чудный советник только один, но и другие советники, пастыря, служителя, компетентные люди в своих сферах, они могут стать для вас благословением, но решение принимаете вы. Итак, что они посоветовали? Давайте посмотрим. Третий стих говорит, они посоветовали засыпать источники воды, которые вне города, и собралось множество народа, и засыпали источники, и поток, протекавший по стране, говоря, да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды. Тот совет, который дали эти советники, был очень непопулярным, потому что для Ближнего Востока гидроресурс, вода, это очень ценный ресурс. Вы знаете, что когда самарянка общается с Иисусом, она рассказывает историю колодези, потому что колодези было очень мало. Все Писание, когда говорит о радости, оно всегда говорит с водой. Исайя 12,3 пись восхваления, и будете почерпать воду из источников благословения. Вода для иудеев это символ радости. И они посоветовали ему избавиться от этой воды, засыпать все источники и поток, говоря, да не найдут царей ассирийский. До сих пор в Израиле гидроресурс это большой дефицит. В 12-м году я имел там углубленную экскурсию на три недели. И интересно там было, что когда нас в Кибуц привезли и показали, как орошаются капельным орошением растения, и вот такие канальчики, и в конце канальчика компьютерная программа маленькая, и она фиксирует состояние корня. Когда корень открылся, канальчик сработал, компьютерная программа дала сигнал, и капелька упала. Когда корень закрылся, компьютер не работает, и капелька не падает. Евреи, они считают капли, а мы проводим Ice Bucket Challenge и другие эксперименты. Но заметьте, что они посоветовали. Они сказали, что надо сделать тактическое отступление во имя стратегической победы. Мы сейчас засыпем источники воды, но мы это делаем стратегически. Да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда много воды. Когда ты встретился с Синахеримом, второе, что необходимо сделать, надо принести жертву. Надо сделать тактическое отступление, чтобы пришла общая победа. Вы знаете, что когда стала проблема человеческой греховности, на небесах тоже был совет. И на этом совете Сын сказал, вот иду исполнить волю Твою Божию. И был только один метод, только один подход, только один концепт, как можно было избавить нас от греховности. Сын Божий, он должен был отдать себя в жертву, добровольную жертву, чтобы ты и я мы были свободны. Слава Ему за это. И вы знаете, когда он висел там на кресте, я думаю, что дьявол ликовал, потому что он думал, что это конец. Лукавому не дано знать всех планов Божьих. Он кое-что знает, но много чего не знает. Он думал, что это конец, но на третий день что-то произошло. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Друзья, чтобы победить Синахерима, не надо думать, что мы не будем напрягаться, мы будем лежать на диване, как украинцы говорят, угоризонталымося, и все, все будет. Чтобы победить такого сильного врага, надо принести жертву. И сегодняшнее утро Господь говорит некоторым из вас, чтобы победить вашего Синахерима, некоторые колодцы надо засыпать в жизни. То, что так ценилось, за что мы так держались, то, что представлялось как дефицитный ресурс, для того, чтобы пришла общая победа, надо что-то засыпать. В истории я мог бы десятки историй рассказать, когда те люди, которые понимали это, те правители, которые осознавали это, они делали шаг отступления, и казалось, что это трусость, это не в ту сторону, но потом что-то происходило, и приходила стратегическая победа. Итак, первый шаг – это совет. Второй шаг – непопулярные советники в сегодняшнем дне посоветовали заплатить цену. Пятый стих говорит о третьем шаге – «И ободрился языке». Очень интересно «И ободрился языке». Братья и сестры, победа начинается внутри нас. Прежде чем она произойдет извне, она должна произойти. И мы думаем, язык, «Я чему ты ободрился?» Самый мощный монарх древнего мира ступил на твои территории, его ясные намерения. Вы засыпали источники воды, вы отрезаны от ресурсов. Чем мог ободриться языке? Наверняка он имел какие-то внутренние источники, которые не зависели от внешних обстоятельств. Наверняка внутри него било что-то, дало ему энергию и силу для преодоления этого обстоятельства. Весь контекст его жизни об этом говорил, он делал угодное пред лицем Господа, и в момент испытания и величайшей опасности для колена Иудина и Вениаминова языке ободрился. Слава Господу! Друзья, прежде чем ты победишь своего Синахерима, победа должна произойти внутри тебя. Как мы встречаем обстоятельства в нашей жизни? Я начинал с того, что не так важно обстоятельства, а много важнее твоя реакция на эти обстоятельства. Израильтяне идут в землю обетованную, 12 соглядотаев пошли посмотреть землю, приходят и их мнения разделяются. Двое из них Халев сын Иефанин из колена Ефремова и Иисус Инамин говорят, что мы можем войти в эту землю, а 10 из них говорят, но мы там таких людей видели, что мы перед ними были как саранча. И 14 глава чисел говорит о том, что они подняли вопль и вопили всю ту ночь, хотя где еще эти сыны Енаковы, они там за 3-9 земель, но страх вошел в них. Тут Синахерим стоит под твоими воротами и Езекий ободрился, а там пришли эти соглядота и старейшины, это лучшие люди народа, и они наутро решили побьем Моисея и Аарона камнями и возвратимся назад в Египет. Победа начинается внутри нас. 40 лет надо было ходить по этой пустыне, каждый день были похороны, потому что внутри не произошло победы. Знаете, в моем пастырском опыте я имел дело с двумя бабушками, пожилые сестры из нашей церкви за 80, которые не могли посещать служение по причине старости, и мы носили причастие. И в дом одной сестры я постоянно приходил, ее сын неверующий, невестка алкоголичка, дом хороший, но там постоянно воняет, и постель у нее не поменена, и мы приходим туда, и наша задача с нашей командой ободрит эту нашу сестру. Но так получалось, что когда мы заходили в эту комнату, и мы проводили там полчаса времени, 40 минут, мы выходили оттуда, и оказывалось, что не мы сестру ободряем, а сестра нас ободряет. Я даю ей руку, говорю, я вас подниму, чтобы вы могли помолиться, она говорит, но-но-но, я сама встаю. И она нас такой Божьей энергией заряжала, и я смотрел на это все вокруг контекста, и я думал, откуда тут взяться ободрению. И я однажды зашел туда еще с несколькими людьми, и она говорит, мы можем петь песню «Смерть победит, желаешь ли ты, и сила в крови, в крови Христа?» Я говорю, ну там в 443-м номере «Грех победит, желаешь ли ты?» Она говорит, а мы сегодня будем петь «Смерть победит, желаешь ли ты?» Мы пели этот псалом, Дух Святой сошел, я как сейчас чувствую его прикосновение, и она причащалась, молилась, мы ушли, через полтора часа звонит мне невестка, говорит, бабушки уже нет, она умерла, приезжайте завтра на похороны. И я вспомнил об этом присутствии Духа, как мы пели. И вторая бабушка есть, она еще жива, она мать дьякона нашего, у нее прекрасный дом, чистые убранные комнаты, невестка там о ней заботится, внучки такие внимательные, но каждый раз, когда мы приходим с командой к этой бабушке, я слышу постоянно «все плохо». А почему плохо? Ну вот невестка с утра не улыбалась так бы, как я хотела, и внуки пошли быстро на учебу и нормально не поздоровались. Говорю, с утра Мария, ну это не есть критическое какое-то положение, все нормально, у вас тут все ухожено, вентилятор дует на вас, все прекрасно, все плохо. И сын говорит, мне недавно, ее уже 56 лет, ему говорит, ну ты представляешь, я вот иду, иду, она все контролирует. И она говорит, куда ты идешь? Я говорю, в туалет. Она говорит ему, ну недолго там будь. И последний раз я был вот там, и он мне пришел такой опечаленный, говорит, представляешь, что мама мне сказала? Мама мне сказала, Виктор, мы с тобой умрем в один день. Я говорю, мама, так тебе же 86 лет, а мне 56. Ну и разве что Господь запланирует. И невестка там плачет, говорит, я уже 30 лет замужем за Виктором. Ну нема, нету покоя от этой свекрови. Как быть? Я уже десяток там провел этих бесед, но я что хочу сказать, друзья, победа начинается внутри нас. Она не зависит от внешних обстоятельств. Иезекий ободрился, потому что в нем бил вот этот мощный источник. Четвертый шаг. Написано, когда они ободрились, восстановил всю обрушившуюся стену, поднял ее до башни, извне построил другую стену, укрепил мило в городе Давидовом, наготовил множество оружия, щитов, поставил военачальник. Он сделал все, что от него зависело. Те, кто знает финал истории, понадобилось ли Иезекия, вот этот весь арсенал в борьбе против Синахерима. Это не понадобилось. Но Иезекия создал естественную платформу для сверхъестественного Божьего действия. Создать естественную платформу для сверхъестественного Божьего действия. Очень редко в нашей жизни Господь говорит, твое дело сидеть спокойно, я буду за тебя бороться. Обычно мы делаем то, что от нас зависит, а Бог делает то, что от него зависит. Мы создаем естественную платформу, иногда Бог нею может воспользоваться, иногда не воспользоваться, но Бог хочет показать, что это стоит каких-то ресурсов, и мы должны это сделать. Вы помните, когда Елисей столкнулся с женщиной, муж которой умер, а семья осталась с долгами, и Елисей говорит, у тебя что там дома есть? Она говорит, масло немножко есть. И он говорит, пойди сосудов набери немало. И они набрали вместе с сыновьями с запертыми дверями, разливали масло. И масло в этой комнате текло до каких пор? Пока была посуда. Как только посуда закончилась, масло прекратилось. И складывается впечатление, если бы они больше посуды набрали, если бы в комнате было больше места, то и масло лилось. Больше. Или Елисей столкнулся с царем израильским, который боролся с сириянами, и он пророчески выбросил стрелу или выпустил в сторону сириян. И потом Елисей говорит царю, бери стрелу и бей. И царь бил и остановился на каком разе? На третьем. Елисей говорит, а почему ты остановился? Надо было тебе пять или шесть раз бить, так бы ты точно сразил царя сирийского. А теперь только три раза победишь. Естественная платформа, она влияет на сверхъестественность Божьего действия. И мы думаем, Господь, а почему ты так действуешь? Разве ты не можешь сделать то, что и от нас зависит? Или помните, когда Иисус стоит возле гроба Лазаря и говорит ученикам, отнимите камень? Разве тот, кто может воскресить Лазаря из мертвых, не может сказать, чтобы камень сам убрался? Но Господь всегда действует в сотрудничестве с человеком. Человек делает то, что от него зависит. Это естественная платформа смирения и послушания. Потому что забрать камень от гроба в первом веке новой эры, это было кощунство. Это если бы нам сегодня сказать, идите там, доставайте мертвого, раскопывайте. Надо было смириться, надо было послушаться и на естественную платформу приходит сверхъестественное Божье действие. Четвертый шаг победы над Синахиримом. Мы должны сделать все, что от нас зависит. Но мы должны понимать, что наше действие ограничено. И мы должны сказать, Господь, на место наших недостатков пусть придут Твои достоинства. И когда Ты придешь, придет победа. И пятый шаг. Написано, когда Он собрал этих людей на площадь у городских ворот, Он говорил к сердцу и сказал, будьте тверды и мужественны. Не бойтесь и не страшитесь царя Иссирийского и всего множества, которые с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бронях наших. И подкрепился народ Езекий, царя Иудейского. Итак, друзья, Езекий обратился к сердцу. Он не обратился к ихнему разуму. Потому что если бы он обратился к ихнему разуму, он бы сказал, пришел мощный царь, у него тысячи-тысячи войска и конница, мы отрезаны, засыпали источники воды. Народ бы никогда не подкрепился такими словами, но он обратился к сердцу. Божий принцип. Сначала сердце, а потом уже разум. Сначала сердце, а потом уже голова. Сколько раз я вот в университете смотрю, Бог обращается к профессорам, но они пытаются разумом его понять. И они уже десятки-десятки лет в этом познании и нету никакого движения. Но братья знают, если сердце сказало да, разум согласится. Аминь. И вот здесь он обратился к сердцу их. Нас у отца и у матери четыре сына. И я помню, вот когда мы что-то сделаем не так, отец проводил беседы, и когда эта беседа шла вечером, он не фокусировался на том, что мы сделали не так. Он обращался к нашему сердцу. И я очень четко помню эти вечера и эти обращения к сердцу, потому что они что-то внутри меня делали. Когда Господь приходит в твою жизнь, Он мог бы сфокусироваться на твоих недостатках, но вместо этого Он нежно обращается к твоему сердцу. И Он хочет, чтобы ты подкрепился Его словами. А не просто сказал, Господь, между тобой и мной такая пропасть, ты трансцендентный, ты такой далекий, а я такой грешный. В Иисусе Отец максимально приблизился к людям. И Он понимает твои и мои недостатки. Он может искушаемым помочь, потому что был искушен во всем, кроме греха. И финал этой истории. 20 стих. И помолился царь Езекио и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующих и начальствующих войск и царя Ассирийского. И возвратился Синахерим со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога своего, и шедшие и через его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию жителей Иерусалима и от руки Синахерима царя Ассирийского и от руки всех и оберегал их отовсюду. 1998 год. Я студент первого курса Исторического факультета Запорожского государственного университета. Профессор Александр Малеванный, пожилой исследователь истории Древнего Востока, рассказывает нам эту историю. Он говорит о том, что Синахерим пришел, Езекия имел очень малые ресурсы, выхода не было, и потом говорит, что-то случилось. В науке есть три версии, что произошло. Первая версия. Какая-то неизвестная нам, говорит Александр Михайлович, восточная болезнь поразила ассирийцев, и они за несколько часов были все уничтожены. Говорит, ну что это за болезнь? У нас нету фактологического материала. Вторая версия говорит, Езекия тайно договорился с египетским фараоном в кулуарах, и они ударили в тыл, и за короткое время уничтожили тысячи вражеского войска. И говорит, даже третья версия есть, там польский историк ее предложил, один о том, что инопланетяне сошли и уничтожили храбрых и главноначальствующего. И я такой молодой, недавно крещенный святым духом, со знамением языков поднимаю руку, говорю, Александр Михайлович, в моей Библии написано о том, что ангел Господень сошел и поразил. Он говорит, молодой человек, вы так наивны, вы же рациональное существо, ну какой ангел? Я говорю, вы мне предлагаете версию о том, что инопланетяне сошли и не хотите взять во внимание мнение и описание по этому поводу. Друзья, мир, наука, они не могут объяснить, как победить обстоятельства, которые больше за наши возможности. потому что их не послание обращено к нашему разуму, а не к нашему сердцу. Вспомните, сколько раз в вашей жизни были подобные обстоятельства, и ваш разум вещал о плохом финале, но потом вмешивался сам Господь. Обратите внимание, 20 стих, «И помолился царь Езекия, и Исаия, сына Мосса, пророк, и возопили к небу». Я думаю, что молитва должна сопровождать все эти шаги. И не просто помолился, а возопили к небу. Когда ты видишь такое обстоятельство, надо не просто молиться привычной молитвой, надо вопиять. И это не потому, что Бог глухой, а это потому, что Бог должен увидеть, что все серьезно, и ты понимаешь собственную несамодостаточность, и ты говоришь, Господь, если ты не придешь, ничего не получится. Итак, друзья, мы сегодня говорим о том, как преодолеть такие обстоятельства в нашей жизни. Первое, мы ищем совета, и на небесах этот совет произошел в вопросе нашего будущего, и Сын Божий сошел. Второе, надо принести жертву, отказаться от чего-то ценного во имя стратегической победы. Жертва была принесена. Третье, надо внимательно смотреть за своим внутренним состоянием, потому что победа начинается внутри нас. Езеки ободрился. Вы помните, когда Иисус был в Гефсимании, Лука пишет, что ангел сошел, и он ободрял его, потому что это было агония, это было очень непросто. Четвертое, мы должны сделать все, что от нас зависит, создать естественную платформу для сверхъестественного Божьего действия. Пятое, мы должны обращаться к нашему сердцу, к сердцам людей в нашей команде, фокусируя не на деталях обстоятельств, а на сверхъестественном могуществе Бога. С ними мышца плотская, а с нами Господь. И когда мы это делаем, мы это делаем молитвенно, в Азапиле, Исаия, сына Мосса, в Езеке, мы видим царя, мы видим духовную власть, как они соединяются перед лицом внешние угрозы, и Господь вмешивается. Я буду заканчивать сейчас, и я хочу помолиться вместе с вами. Я не знаю, может в Денвере нет таких обстоятельств, которые больше возможностей. Наши возможности растут, медицина растет, и там многие возможности, другие возможности есть, но мне кажется, все равно мы чувствуем себя уязвимыми, потому что несмотря на то, что возможности растут, и вызовы растут вместе с ними. Но я хочу сказать о том, кто не считается с этими вызовами, и по великому могуществу которого у него ничто никогда не выбывает. И сейчас мы будем молиться. Если у вас реально есть такие обстоятельства, вы можете сейчас сказать в этой молитве, Библия говорит, если двое из вас согласятся, просить о каком-то деле, мы согласимся молиться об этих обстоятельствах, мы попросим всемогущего, чтобы он пришел. Мы помолимся Духу Святому, чтобы на место наших недостатков пришли его достоинства. И смотрите за своей внутренностью, чтобы бодрость пришла, потому что наш Господь это Бог вдохновения. Идем к Нему молитвы. Друзья, давайте общим пением станем, прославим еще Господа за это хорошее служение, за то, что Божий Дух сегодня говорил к нашим сердцам. Вы чувствовали Его присутствие на этом месте? Аллилуйя, Господь великий. Давайте еще при нашем расходе поклонимся Господу всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Буду прославлять, буду величать, буду поклоняться тебе, Бог. всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Вас люблю Тебя всем сердцем моим. Вас люблю Тебя умом моим. Вас люблю Тебя всей силой моей. Иисус мой Господь, Иисус Иисус мой Господь. Всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Господь, Господь, Господь. Иисус Иисус Господь. Всем сердцем, всей силой, всей душой моей. Всем сердцем, всей силой, моей, всей душой моей. Я люблю Тебя всем сердцем моим. Я люблю Я люблю Тебя умом моим. Я люблю Тебя всей силой моей. Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Господь. Я люблю Тебя всем силой моей. Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Вослюблю Вослюблю Тебя всем сердцем моим. Вослюблю Тебя ума мои. Вослюблю Вослюблю Тебя всей силой моей. Иисус мой Господь, Иисус мой Господь, Иисус Господь, Вослюблю 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 силой Вослюблю всей душой моей. Вослюблю 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 Сколе в в Вослюблю Продолжение следует...